ребята всех приветствую на своем канале с вами снова капитан и хотелось бы записать еще одно видео на гитарную тематику ну так как мое первое видео набрало очень много просмотров для меня это очень много и вообще не ожидал да то есть очень много комментариев люди оставляли лайков дизлайков больше лайков спасибо ребят очень комментарии все очень интеллигентные такие очень корректные то есть никакого там срача ничего нет слава богу люди адекватные пишут то есть мне очень приятно я не люблю вот это все когда начинается ругань какая-то друг друга оскорблять когда начинают люди мне не нравится если хотите написать пишите по существу все написали по существу кто что думал я так думаю еще будут писать ну так вот хотелось бы сегодня затронуть такую тему очень опасно очень острую я долго думал говорить об этом или нет вообще стоит ли говорить ну почему нет я хочу просто сказать свое мнение основываясь на личном опыте это только мое мнение здесь как бы я не говорю что я прав да на сто процентов стоит истина какая-то там последней инстанции нет я хотел бы просто на эту тему выразить свое мнение вставить свои пять копеек как говорится потому что есть что сказать как бы и пока есть что сказать что показать возможно будет в следующих видео как бы да я говорил об этом гитара какие-то еще что то что у меня есть то вот знаете много что очень хочется сказать очень много по поводу этого по поводу влияния дерева на звук гид гитары электрогитары давайте тогда то есть электрогитары потому что я играю только на электрогитарах на акустике практически не играю ну смотрите вот я так подумал а почему вот именно сейчас вот в наше время эта тема так вот остро стала да то есть ют такой из-за нерзга разгорелся просто скандал какой-то наверное люди просто с пены у рта другу доказывают что влияет другие говорят что не влияют там друг друга оскорбляют последними словами там и так далее это просто невообразимо когда первый раз я наткнулся на это но это давно наверное был уже не помню кто 1 она начал говорить об этом вообще серьезно я подумал ну странно и потом еще еще и это все развивалось как снежный ком накапливалось накапливалось и я подумал блин чу серьезно об этом говорят то есть на самом деле то есть говорят о том и спорят самое главное влияет или нет, да какая разница, то есть в принципе, что об этом, зачем вообще об этом говорить, да, то есть я так подумал. Неужели это так волнует людей, да, почему? Неужели в 60-е, в 70-е, не знаю, в 80-е, в конце концов, люди тоже об этом говорили, когда не было интернета, да, то есть, может быть, собирались за круглым столом или какие-то устраивали собрания, не знаю, там, или, ну, я не знаю, как, и обсуждали все это, били друг другу морды, как бы, да, что вот, ты древодрочер, да, ты как бы баран глухой, грубо говоря, и что-то такое в этом духе, да, ну, может быть, дуэли устраивали в 19-м веке, или когда там гитар не было, но были инструменты, как бы, тоже можно было это обсудить, как бы, да, что влияет, что не влияет, на полном серьезе. Ну, что хочу сказать, мне кажется, что вот гитаристы, да, и люди, которые играют, в том числе и я, тоже отношусь к этим, я люблю гитары, очень люблю электрогитары, я играю ради удовольствия для себя, то есть, как-то должны, наоборот, мне кажется, друг другу помогать, как-то какие-то показывать, опыт свой передавать, да, там, какие-то упражнения, может быть, да, как обыграть ту или иную гармонию, гармонизировать, ну, то есть, что-то такое, вот, ну, должно быть все как-то по-доброму, мне кажется, ребят, не должно такого быть, что вот из-за того, что кто-то считает, что-то там влияет или не влияет, вот так вот жестко друг друга поливать дерьмом, как бы, ну, 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 тем не менее, даже под моим видео, которое, в принципе, то есть, совсем скользко, чуть-чуть коснулось, как бы, этой темы, я просто сказал об этом, да, чуть-чуть совсем, там уже ребята пишут, да, что вот на эту тему влияет, не влияет, как бы, да, то есть, это волнует людей, действительно, и, блин, ну, вот такое вступление, видео довольно-таки, наверное, длинное будет, я постараюсь его обрезать, если там что-то такое неинформативное, может быть, я скажу, ну, не очень важное, ну, вот, я 10 лет назад, как бы, у меня появился первый страт, черный, американский стандарт, 88-го года, Ешка, так называемая, я очень обрадовался, это была моя мечта, стартокастер американский, я поиграл на нем вкратце, да, я сейчас расскажу просто, и что-то мне не понравилось, ну, понравилось, ну, что-то как-то, что-то не то, как будто, что-то, вот, не знаю, и подумал, может быть, другой страт будет лучше звучать, да, и поехал, к тому же, очень замечательному продавцу, мы с ним долго общались, и до сих пор общаемся, он мне много рассказал про Fender, про историю Fender, про гитары Fender, не начал сравнивать, да, у него появились страты, свой с этими, и понеслось, поехал, и понеслось, поехал, и, короче, лет 8, это болезнь, ребята, и многие меня поймут, кто этим болеет, да, то есть, ищут звук какой-то, сравнивают, типа, ищут гитару, которая круто звучит, и, короче, у меня очень много было стратов, по итогу, дома было много, я брал, познакомился с хорошими продавцами гитар, то есть, и домой приносил, просто сравнивал, да, со своими, соответственно, менял, продавал, и так далее, дофига было, да, гибсонов было много, довольно-таки, опять же, я их сравнивал, тоже искал звук какой-то, я этим переболел, сразу говорю, переболел, все, у меня этого сейчас нету, у меня остался стандарт, который мне очень нравится, премиум плюс, стратокастер я играл 73-го года, телекастер есть, СГ есть, ну, не важно, что там есть, ну, вот, короче, я переболел, звучит гитара, мне нравится, как бы, да, все нормально, как бы, звучит она, как класс пол, звучит, как страт, что-то, какие-то нюансы искать, там, лучше, хуже, мне это надоело, как бы, по итогу, да, и сейчас я этим уже не болею, но, 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 когда я этим занимался, конкретно, да, вот этими сравнениями, то есть, поиском звука, да, многие меня поймут, многие не поймут, но многие поймут, эти гитары, то есть, я постоянно их сравнивал, то есть, я брал одну гитару, у меня играл минус, да, я играл какую-то фразу, там, или мелодию, ну, какую-то свою, в принципе, я что-то свое постоянно играю, импровизации какие-то, и так далее, потом, то же самое, сразу же на другой гитаре, вот так, менял их, да, как бы, записывал, так же на видео, все это, и они все звучали по-разному, то есть, по-разному, ну, естественно, Gibson, как Gibson, звучал, Strat как Strat, Телек как Телек, понятно, да, это основное, что у меня было, то есть, вот эти гитары Strat, Gibson, Телек, Тинлайн был, ну, короче, вот это вот классика, классика, я не люблю, я уже еще раз скажу, что я не слушаю металл, у меня метальных гитар не было, с флайдами, с этими, то есть, мне не нравятся они, ну, кому что нравится, кому-то не нравится то, что, как бы, вот эти Strat и сингловые, ну, тут уже, на вкус и цвет, как бы, постоянно, то есть, вот это сравнение, и запись на видео, в наушниках потом прослушивал, и да, они звучали по-разному, ну, нюансы, как бы, да, оттенки разные были, какая-то плотная была такая гитара, какая-то такая рыхлая совсем, да, и по итогу, по итогу, что я понял, что, в принципе, у всех гитар есть свои минусы и плюсы, как и во всем, да, то есть, чтобы какой-то идеальный прям был звук у нее, чтобы сустейн был там офигительный, чтобы она плотная была, чтобы там у нее, по всему грифу, ноты четко все извлекались, да, грубо говоря, этих волчков не было, еще чего-то, то есть, таких, по-моему, гитар нет, ну, может быть, есть, конечно, но не очень мало, наверное, да и не факт, что он тебе по звуку, опять же, понравится, для кого-то она идеальна, для кого-то нет, ну, вот, как бы, доходило до того, что я даже менял гриф, у меня было несколько стратов, да, как бы, вот, кстати, к вопросу от дерева, мы сейчас постепенно подходим, было несколько стратов, я менял грифы, да, насколько я знаю, Ричи Блэкмор, очень известный человек, наверняка многие его знают, менял грифы тоже на своих гитарах, отбирал какие-то для себя, ну, отбирал лучшие, как ему казалось, да, то есть, и ставил на свой страт, ну, вот, как бы, гриф, он из дерева сделан, как бы, да, ну, я менял также гриф, и действительно, то есть, деку оставлял ту же, там, вот, меняешь гриф, и гитара совершенно другая становится, вообще другая, другая, реально другая, я сделал такой вывод, что в грифе, наверное, практически весь звук, средоточен, да, то есть, потому что, ну, дек, она влияет, конечно, но не так сильно, как гриф, это мое мнение, я никому не навязываю, ребят, еще раз, опасная тема, острая тема, это мое мнение, я пришел к этому выводу, что именно гриф, гриф, гриф очень сильно влияет, также у меня гибсоны были разные, кастомы были, много кастомов было, и 70-х, один даже был, ну, один всего 80-х, 90-е кастом, гибсоны у вас полкастома модели, в итоге, мне как-то не по душе, я в итоге стандарт, у меня стандарт ближе, это как бы, ближе и эргономика, и звук, мне больше нравится, чем кастом, кастом какой-то резкий, жесткий, ну, наверное, для тяжеляка в основном, не мое, смешно было, как бы, кастом у меня, Les Paul, кастом шоп, еще на нем лейбл, да, уже современный, и вот стандарт, который сейчас у меня остался, я их сравнивал, блин, совершенно разные гитары, вообще, то есть, ну, а что там, там все одинаковое, на них стоит, тем не менее, фурнитура та же, там ничего, как бы, да, то есть, сама конструкция другая, от дерева, то есть, дерево, по-другому сделано, немного, но опять же, Les Paul, здесь Les Paul, да, звучат совершенно по-разному, да, я менял звучки на них, да, переставлял, и все равно, этот кастом звучал так же, а стандарт так же, как он звучал, с помененными звучками, ничего не менялся, со звучками тоже тема прошла у меня, это болезнь, у меня было много, тоже разных, и приборы были такие наши, и ларары были, и антику, по-моему, какие-то, скажи, они называются, антики, ну, дорогие гибсоновские хамбы, естественно, Fender, его было много, Texas Special, и там все вот эти, вот их серии, кастом шоповские, я их тоже менял, у меня был Mustang, 66-го года, гитары, да, и там были слабо выхлопные датчики, мне казалось, как-то надо помощнее, что ли, как-то посерьезнее, как-то порубануть, как-то хотелось на нем, да, ну, ни хрена, я поменял, поставил туда вот эти, горячие Texas Special, как бы, на этот Mustang, а еще другие датчики, другой выхлоп, другие показатели, все, все другое, и он звучит так же, я включил, то же самое, ну, то же самое, тот же Mustang, ничего не изменилось, датчики другие, а звук тот же абсолютно, ну, может быть, что-то изменилось, там нюанс какой-то, но, то же самое, то есть, я слышу ту же гитару, я думал, реально, что-то сейчас изменится, но, блин, другие датчики такие, ну, крутые, сейчас все у меня, это самое, мощь пойдет, ни хрена ничего не пошло, вот, после этого я подумал, ну, нафиг, менять все это, ерундой заниматься, единственное, что вот звуки, железо тоже, конечно же, влияет на звук, именно бридж, да, то есть, вот эти вот, Kelham, я когда менял на своих стандартах, у меня было много, и 90-х было много, и 80-х конца, и 70-е, ну, сейчас 70-е, вот остался, 83-й год был, Telecastrad был, Fender, Kelham, когда ставишь, на 90-е, на 80-е, да, он как бы такой становится, ну, меняется звук, он становится более острый, более такой яркий, но в итоге все равно мне понравилось, по факту, больше с родными седлами, с силуминами, по-моему, еще не сделаны, ну, родные седла, стандартовские, то есть, они дешевые, там, не знаю, что не сделано, из какого-то говна, по-моему, мне звук этот больше понравился, ну, вот, я вот, такие мысли, ребят, как бы, не хочу долго об этом говорить, хотя, хотелось бы много чего рассказать, сейчас мне напишут наверняка, или будут говорить, скажи, докажи, типа, слепой тест, вся фигня, ребят, ну, блин, ну, честно, у меня сейчас просто, я бы, может быть, что-то сделал такое, у меня просто сейчас нет возможности, у меня нет этих стратов, тогда бы, да, сейчас у меня страт трехболтовый, мне, как бы, сейчас где-то искать трехболтовый страт, как бы, да, и, да, ну, ерунда, ну, вы сами, если у вас есть такая, у многих есть такая возможность, не важно, обязательно какую-то американскую гитару, мексиканскую, там, китайскую, любую, возьмите три страта, И прикрутите к этой деке по очереди. И просто вот видео даже. Поставьте камеру, да? Поставьте камеру и запишите. Склейку сделайте, да? Вот три грифа. Разные. И вы услышите, что разный звук получается. С одной и той же декой на трёх разных грифах. Вот. Ещё такой момент хотелось бы сказать. Был у меня такой Fender Fat Finger, по-моему. Это такая хреновина. Она прикручивается к башке. К башке гитара. Ну, якобы, чтобы сустейн увеличить, что-то ещё там. Я уж не помню, как бы. Да, сустейн увеличивается, может быть. Ну, там, на секунду буквально. Ну, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Что-то есть, да. Но звук сам по себе, опять же, кардинально меняется. То есть, он какой-то ровный по всей гитаре становится. Какой-то такой сжатый. Ну, блин. Ну, это надо слышать. Это надо как бы самому, да. То есть, казалось бы, если дерево вообще никак не влияет, да, на звук гитары. То есть, мы прикручиваем к деревянному элементу какую-то хрень, да, как бы. И всё меняется. Картина меняется. Какой вывод? Значит, влияет или не влияет? Это всё, как бы, ну, возможно, будет несколько видео, потому что длинно получается очень. Смотреть меня кто-то будет вряд ли прям целиком. Хотя, вот у меня есть уже подписчики, 17 каких-то очень замечательных людей. Спасибо вам. Спасибо, что подписались на мой канал скромный. Ну, вот. По идее, как бы, наверное, я склоняюсь больше к тому, что влияет. О, только не надо оскорблять меня, ребят. Не надо, не надо. Ну, зачем, как бы, да. Зачем всё это надо? Зачем устраивать этот цирк? Ну, кому что, ну, кто как считает, как бы, да. Ну, вот я так считаю. Наверное, всё-таки влияет. Всё влияет. Вообще, в принципе, моё мнение такое, что всё вообще влияет на звук гитары. Там вообще всё, там и бридж, и колочки влияют, да. То есть, и звукосниматели, конечно же, тоже влияют. Естественно, сама конструкция влияет. То есть, как она сделана, из чего она сделана. То есть, поэтому здесь, ну, вообще всё. И струны влияют, уже и лады влияют, всё влияет. Поэтому спор здесь такой очень бестолковый, очень глупый какой-то. Ещё раз призываю всех на эту тему не ругаться. Не поливать друг другу параши, как бы, что... Не обзывать древо дрочерами, там, и так далее. Зачем? Ну, зачем это надо? Ну, зачем опять? Это опять же тот же срач. На хрена это надо всё, да? У меня такой опыт общения, да. У меня много было всего, много гитар, и я сравнивал. Был R7, например, у меня золотой Gibson Custom. Ой, R7, это не Custom, а Rishio. Голд топ. Был стандарт, который сейчас у меня остался, был Custom. Gibson Les Paul Custom, по-моему, 91-го года. Ну, что-то такое, то есть. И вот я их записывал, даже просто в склейку на видео, да, одно и то же играл, как бы, и потом в наушниках слушал. Ну, разные гитары, разные, разные. Конечно, они все звучат как Gibson, естественно, плюс-минус это Gibson. Но... Ну, немного все по-разному звучат, как бы. Да, я оставил то, что мне больше всего нравится. Замечательная, кстати, гитара. Там четыре отсечки, но об этом в других видео. Наверное, всё, наверное, что ещё. Пора заканчивать. Очень длинно получается, потому что, ну, много что есть сказать. Может быть, будет ещё видео, посвящённое этому. Такое вступительное, может быть, да. Просто мои мысли вслух, как бы, да. Ну, ребят, не нужно, не нужно, как бы, вот, именно на эту тему. Из-за этого, как бы, ругаться. Вы лучше друг другу что-нибудь полезной информации какую-нибудь расскажите, подружитесь, да, как бы, там... Ну, я не знаю, ну, много что есть рассказать, да. То есть, может быть, музыкальные какие-то новые альбомы вышли, там, не знаю, или обсудить старые, как бы, да. Или насчёт гитары, кто как играет, у кого какая постановка, кто как упражняется, занимается, да. То есть, как обыграть ту или иную гармонию, я уже говорил, да, например. Это очень интересно всегда всем, я думаю. Спор, как бы, он, да, он должен быть спор, в споре рождается истина. Но такой спор интеллигентный, культурный, как бы, да, вот без этих вот... Без оскорблений, без древодрочерства, без глухих баранов или что там ещё, я не знаю. И так далее, и так далее. Ну, всё, ребят, спасибо за внимание. С вами был Капитан. Подписывайтесь, да, на канал, если интересно то, что я говорю. Впереди будет много всего интересного. Я думаю, я что-то и поиграю вам, и покажу, что у меня есть. Планирую я... Очень захотелось мне опять Fender Thinline, или как он, Thinline, я его называю, с такой F, знаете. У меня была гитара, я очень жалею, что у меня сейчас её нет. Мексиканская, кремовая супергитара. Мне очень нравилась она. Мне очень нравилось просто смотреть даже на неё. Она была очень красивая. Что-то хочется такое сейчас приобрести. Ну, до новых встреч. С вами был Капитан. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто-то со мной, если не согласен, ну, напишите, Капитан, я с тобой не согласен, как бы, да. Потому-то, тому-то, тому-то. Не нужно обзываться, не нужно меня оскорблять. Нужно оскорблять людей, которые считают по-другому. То есть, я не оскорбляю, не унижаю людей, которые считают, что дерево никак не влияет, абсолютно никак не влияет на звук, да. То есть, ну, пускай люди так считают. Да, я могу с ними поспорить, пообщаться. Ну, свои аргументы, а не свои аргументы. Ну, и всё, не более. Даже тот же Пеннивайз, да, вернёмся. Я, как бы, не фанат Пеннивайза, ни в коем случае, как бы, я его там, правда, не восхваляю, нет. Я ему писал на канале, чувак, классный, классный у тебя контент, там, смешно, мне весело, как бы, да. Хотя я не согласен с ним, да. Но я не согласен с тобой в том-то, том-то. И у нас с ним довольно-таки длинная переписка была, всё очень было в рамках, то есть, он мне отвечал совершенно нормально, я с ним общался нормально. Я ему своё, он мне своё, да, то есть, мы общались. Кто-то ещё там какой-то парень потом присоединился, мы тоже с ним общались. Спорили по поводу влияния вот этого дерева, да. Всё должно быть культурно и интеллигентно, ребят, по-доброму. Давайте побольше, чтобы в нашей жизни было чего-то такого позитивного, хорошего, чем вот этого вот. Ну, это негатив. Кто бы спорил, негатив. Когда возникают такие вот споры горячие, что друг другу аж морда готова набить. Зачем это надо? Всё. Очень длинно. Надеюсь, понравится, что, собственно, что здесь вещаю кому-то. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч, ребята.